ваше неравнодушие к этой теме это все конечно хорошо ну дава уже достаточно взрослый парень чтобы самостоятельно урегулировать вопрос дядей требую срочно выпуск трека черный бумер мне во что на тет-а-тет посадить кому а чё егор вообще чё ты как думаешь вообще ну егор насколько я понимаю все в порядке ты охуел ты чё охуел блять не знаешь как выделиться из серой массы и быть в центре внимания хочешь стильно одеваться по доступной цене тогда заходи на крутой сайт слон сникерс точка ру тебя там ждет самый большой выбор топовых кроссовок одежды и аксессуаров если паришься насчет доставки не переживай сочные обновки придут в считанные дни оплатить их сможешь при получении в обоими слона более тысячи положительных отзывов что говорит о доверии клиентов и высоком качестве товаров слон сникерс точка ру заходи выбирай покупай ссылка на магазин под видео всем привет с вами игорь еремина вы смотрите рэп ньюз проект где вы первыми узнаете все интересные новинки из мира рэпа и начнем мы сегодня с новости которая потрясла весь интернет своей активностью ведь она молниеносно разлетелась повсюду серёга судится с парнем бузовой тем самым давидом манукян или более известным под псевдонимом дава на что это блять началось все с того что дава приобрел себе новый бмв x6 и решил посвятить песню новому приобретению видимо вдохновившись нашим старым знакомым моргенштерном сколько же им заплатили за рекламу остается только догадываться ну а если нет то можно это считать отличной бесплатной рекламой для автомобильного бренда mercedes и cadillac слову наша редакция специально для вас рискуя своей жизнью и здоровьем сложные времена пандемии вышла на улицы города для опроса обычных прохожих о том что они думают о моргенштерне ссылочка на видео будет в описании под этим роликом обязательно перейдите и оцените конечно же поставьте лайк за старание ведь ребятам пришлось снимать монтировать и сводить все это больше суток и все ради вас продолжить цитату продолжу строчку эй посмотри два мульта я не знаю вы такое не слушай а че это могло быть знаю может какой-нибудь там моргенштер вообще странно что люди дизлайкают наши ролики только из-за рэперов в названии мы ведь рэп ресурс который освещает всех по мере возможности независимо от того слушаем это или не слушаем вкус у всех разные поэтому мы стараемся брать самое интересное шумное уникальное а вы оцениваете сам ролик и наши старания а не тех рэперов которые в этом ролике сегодня там тот кто вам не нравится но вы поддержите нас за работу а завтра там появится тот кто вам нравится и вы помимо лайка напишите еще и позитивный комментарий это займет всего две секунды вашего времени а нам будет приятно что нас поддерживают давайте все же находить компромиссы и стремиться вместе развивать нашу рэп культуру к слову моргенштерн уже лично успел отреагировать на наш видос с опросами своем инстаграме оцените и вы посмотрел про сейчас видео забавное очень называется что люди думают о моргенштерн ха ха ну во первых начнем с того что все опрошенные меня знают до вернемся к нашим любимым конфликтам все дело в том что дава записал трек ремикс про черный бумер на всем известный хит от сереги черный стоп-сигнал а засветив обложку трека дава разгневал серегу так как тот хотел чтобы на ней присутствовал и он белорусский исполнитель быстро отреагировал на это следующим образом уважаемые поклонники дава манукяна вам не приходилось замечать что иногда в жизни встречаются люди договоренности с которыми лучше не нарушать например такие как я оказывается слова дядя весь утро настолько сколько нужно чтобы остановить релиз ваша неравнодушие к этой теме это все конечно хорошо но дава уже достаточно взрослый парень чтобы самостоятельно урегулировать вопрос дядей стоит отметить что трек обещали несмотря ни на что опубликовать ночью с 21 на 22 июня и его до сих пор нет видимо дава дал заднюю и сейчас решает вопрос с обложкой запустив челлендж для дизайнеров предлагаем вашему вниманию лучшее из тех что мы нашли кстати за лучшие он обещал 20 тысяч рублей стоит отметить что не оставила без внимания резонансные новости ольга бузова дав свой комментарий происходящему своей аудитории хотите чтобы были на обложке давайте ваше лицо пришпандорим я не знаю просто что тут устроили требую срочно выпуск трека черный бумер него что на тет-а-тет посадить кому он пока что не машина не трека не обложки мы не увидели но композиция уже успевает набирать обороты в тик токе ждем чем закончится этот нелепый конфликт выиграет принципиальность взрослого дяди сережи или находчивость молодого давида и конечно же самое интересное напоследок как уж тут не упомянуть о том что это все может быть простой пиар-компанией будущего трека первое что бросается в глаза обложка в сети ее нигде нет но вот серёга и успел как-то разглядеть и раскритиковать то есть подписчики не увидели а медийный человек серёга сидела мониторил социальные сети давы и увидел и второе это присутствие серёги на треке то есть там не просто миг старой композиции и вырезаны его слова а это именно новый трек конечно же они могли обо всем заранее договориться ведь трек готовился хитовым и нарушать условия контракта нелогично и глупо даже для такого исполнителя как дава и обещал своим ребятам значит надо делать давай по видео сейчас наберу надо я считаю возрождать эту легенду и обещал своим подписчикам сегодня в 23 59 выкладываем трек супер тогда сегодня в 23 59 запускаем возрождаем черный бомб и как уж не рассказать о его рек риде ведь наши зрители очень его любят и почти все слушают его треки но как минимум все знают его треки ладно уж сильно не будем вас напрягать его присутствием ближе к делу в телеграм-канале наш появилась инсайдерская информация о том что продюсерская компания black star подала в суд на игора крида из-за его концерта шо опять утверждается что лейбл тимоси требует почти миллион рублей у независимого гастрольного агентства из-за одного концерта и гора крида в ставрополье концерт прошел феврале 2019 года когда артист собирался покинуть лейбл тогда в black star хотели запретить и гору криду или тогда уже булаткину использовать свой сценический псевдоним и исполнять старые песни но видимо что-то не срослось официального подтверждения от егора пока что не поступило но ситуация очень настораживает и показывает лицемерность лейблов ведь буквально недавно тимати утверждал что они мирно разошлись скридом а чё егор вообще чё ты как думаешь вообще ну егор насколько я понимаю все в порядке вот у лёва не знаю а то лёва мне кажется не очень также хотелось бы отметить и трил пила который до сих пор воюет со своим лейблом напомним месяц назад он убрал клип грустная песня с 55 миллионами просмотров со своего youtube канала и выпустил майнкрафт версию сейчас же в своем stories он сообщил что клип вернулся на канал а скрытие видео было всего лишь рычагом давления на warner music по словам трил пила компания оказывала на него давление а когда рэпер захотел уйти то ему начали поступать различные угрозы при этом лейбл warner music на которой подписан трил все это отрицает на котором к слову неделю назад вышел новый релиз трил пила московские хроники представители лейбла поясняют всю эту ситуацию так цитирую принимая решение о значительных расходах на съемку клипа грустная песня мы в том числе основывались на данных нам артистам и его менеджменте гарантиях что нашей компании также будут переданы права на следующий альбом артиста это стандартная практика лейбл инвестирует в артиста его продвижение рассчитывая на дальнейшее сотрудничество вот это поворот ну так вот возникает риторический вопрос правильно ли сейчас трил пилу или многим известного после фита с моргенштерном шарлотту который также жалуются на лейбл критиковать компанию которая их вырастила и подняла из ноунейма в известную личность за счет своих вложений тем более были документальные договоренности между двумя сторонами как вы считаете правильно ли поступают артисты или им стоит все же более уважительно относиться к руке который их кормят и которая их вырастила а сейчас хотелось бы рассказать о малоизвестном исполнителе дабл пи который вырос на классическом хип-хопе совсем недавно рэпер записал фит с одним из самых быстрых эмси в мире twisted insane зацените эту пушку ссылка будет в описании под выпуском также вашему вниманию представляем его новый клип на трек free song где в конце еще есть маленький отрывок песни пуля а вот у кого стабильно все спокойно так это усмоки мо который экранизировал свой трек flow 19 с альбома стейк хаус мой поток белый как джеку имеет дэс как дахо немного мозга в этот суп они придут на запах мерцающий клип с огромным количеством эффектов и многих поверг в беженство в том числе и самого смоки мо при этом его негодование в твиттере скорее относится не к работе а комментатором которым он пытался что-то доказать советуя рэп экспертам в кавычках полежать в дурке и в целом правильное замечание мы его в этом поддерживаем но дальше началось самое интересное смоки начал писать о том что нужно слушать корни и то что мясо лежит в девяностых и начале нулевых непонятно что конкретно имеет в виду смоки но появляется подозрение что он агитирует слушать музыку девяностых выглядит так будто пенсионер который сидя на лавочке у дома рассказывает тебе что раньше было лучше мол нужно слушать не little big эту вашу а кадышеву или пугачёву нет безусловно все музыканты молодцы но ведь музыка тоже не стоит на месте развивается и всегда было так что молодое поколение слушает новых исполнителей которые делают музыку совсем иначе не так как их предшественники зачем эти глупые стереотипы переносить в музыку если бы во всем так было то технологии у нас не было и развития никакого тоже а мы бы до сих пор слушали музыку на кассетах ходили в бизах с широкими штанами нравится тебе музыка девяностых пожалуйста слушай но зачем ее навязывать может быть это из-за обиды что твой клип набирает за четыре дня 40 тысяч просмотров а у популярных ныне молодых рэперов за час сотня и резюмируя делай свою музыку как хочешь но не навязывая людям свое мнение что нужно слушать а что нет а вот кто продолжает радовать своих слушателей новыми треками несмотря ни на что так это скриптонит который за последние пару дней выпустил сразу две работы первая при участии трубера под названием в одного вторая же работа с певицей тайока или как правильно поправьте меня в комментариях если я неправильно произнес псевдоним которую раньше хвалили различные рэперы однако широкого охвата ее творчество не получила и вот теперь совместная работа со скриптонитом а точнее с группой скриптонит получивший название жизнь не любит и напоследок второй трек одной за эмси на седьмой раунд семнашки в котором он решил сделать ответ на диз локдога как многие просили ответ есть но достойный ли он этого лишь дали слушатели однажды рэпер написал на меня диз пойдя против правил слова не вставила голом вани графомани кубани хавани гитаре в берсусе трек получился не то чтобы ответом на диз локдога а больше выстёбыванием его с ироничными строками от нойза конечно же он шутит о том что якобы сам нойз не принимает участие в баттле но при этом его постоянно пытаются все задеть напомним иван принимает участие под псевдонимом демилула карпов такой ли ответ должен был быть от нойза или какой-то другой решать уже вам и вашим ожиданиям был рэперок и шараши на стол пенелках плита и словно молитву под нос себе лепетал но из пустая пустота но из гитарой хуета ну а на этом сегодня все ставьте лайки этому видео если оно вам понравилось и подписывайтесь на канал с вами был проект рэп ньюз меня зовут игорь еремин встретимся совсем скоро в следующих выпусках